Значит, хорошо, давайте тогда будем обсуждать сначала рекламную часть, поскольку никто не спросил ничего, а потом в конце еще раз спросим. Ну, может, не в конце, а через какое-то время. Значит, я тогда, если можно начать с рекламной части, я тогда сразу вам покажу и статьи, которые я тут, типа, вам заготовила посмотреть. А потом выключу свою жужжалку и буду рисовать. Вот, я сказала, что в каком-то смысле случайные статейки, это более-менее последнее, что мне прислали, впечатляет, что это более-менее про все на свете может быть. Вот, тут говорится про какое-то машинное обучение, при помощи которого можно что-то делать в детских рисунках. Ну, тут вообще про все в этой статье, они там про все учат детские рисунки, но я ей пока ничего не могу сказать, есть ли там что-то содержательное. Это, типа, из недавних впечатлений. А, значит, вот это вот, собственно, тут в заголовке есть некоторые модулярные кривая или модулярные что-то и кривая Зайберговиттона. Вот эти вот, это вот, сейчас я вам покажу, вот кривая Зайберговиттона. Вот, это, наверное, примерно вот эта статья про нее. И вот, собственно, кривая Зайберговиттона, это вот это место примерно. Сейчас попытаюсь здесь обвести. Примерно вот эта штука. Теперь меня, наверное, не слышно. Теперь слышно снова. Вот примерно или вот это, или вот это, это кривая Зайберговиттона. Вот сейчас вам попытаюсь сказать, при чем тут рисунок. Вот в этом, наверное, нет, лучше, наверное, вот так сказать. Так будет виднее. Тут имеется в виду, смотрите, что вот тут вот это некоторая кривая. Ну, даже не важно, что это кривая. А важно, что вот тут вот стоит такой многочлен, у которого они пытаются сказать, что вот есть два выделенных критических значения, или два значения, в которых мы будем рассматривать как бы значение этого многочлена. И вначале нужно нарисовать картинку, которая соединяет, вот взять прообраз при этом многочлене, вот такого отрезка, одной один лямбда, другой там минус лямбда, ну или почти. Я уж не буду тут даваться в подробности. Нужно вот такую штуку взять, и прообразом будет много таких отрезочков. И это будет кривая, у которой вот нужно, накрывает сферу, вот разрезать нужно по таким отрезочкам. А, соответственно, если вы возьмете многочлен такой, что эти отрезочки съехались все вместе, вот так, тогда сфера получится. Это я просто вам показываю какие-то куски, я про какие-то вещи подробнее расскажу, а про это просто, чтобы вы знали, вот еще бывает зайберквит, там тоже есть рисунки. Вдруг вы когда-нибудь это увидите. Так, вот у меня теперь есть, ну это вот примерно про ту же ситуацию. И про те же кривые, ну, собственно, первоисточник. Вот так это выглядит. Люди, к сожалению, во многих статьях по детским рисункам вообще нет детских рисунков, потому что никто не умеет рисовать. Вот, а вот про этот сюжет я хочу сегодня немножко рассказать, собственно, про как модель Концевича, параметризации пространства модулей, как там используются детские рисунки. Вот это вот, если кто-то захочет читать про это, вот, наверное, ну, можно и оригинальную статью читать, но там есть дырки в доказательстве, которые вот, собственно, в этой статье и заделаны. Хочу подвинуть, чтобы был виден номер, у меня не получается. Вот, про это сегодня немножко расскажу. Так, это лучше дать посмотреть подольше. Собственно, чтобы найти в архиве, нужен вот этот номер, 020907, что-то в этом духе. Вот, а это, это тоже физик, Гвакумар, это про то, что вот это вот соответствие, которое мы с вами пытались изучать, вот тут вот, тут рисуночки, а тут функции белого. Что это, на самом деле, частный случай, самый простой случай. АДС-СФТ-соответствие, вот как здесь написано. Это такая история про то, что есть некоторое соответствие между тем, как устроена некоторая физическая теория внутри пространства и на границе, что, возможно, можно сделать такую теорию на границе и некоторую теорию внутри, как они говорят, в балке. Вот, и между ними, если их правильно из одной из другой получать, получается некоторое соответствие. Вот здесь теория поля внутри, а вот здесь вот, там, не знаю, что-то, как они говорят, что-то другое. Вот, например, какой-нибудь теория струн, вот одно из другого получается. И вот это вот, вот это соответствие, которое мы с вами изучали, это, вот это вот сверху, которое, это, типа, самый простой случай этого соответствия. Очень интересная статейка. Все понятно. Главное, вообще непонятно, что такое АДС-СФТ-соответствие, но о чем речь абсолютно точно ясна. Так, и что-то еще хочу, захочу сегодня сказать про вот этот случай, про 2D-гравитацию и про теорию струн, какая связь. Ну, тут тоже есть такие классики, вот, например, Дефранческо, он классик, там какие-то пределы скейлинги бы посчитал для этой 2D-гравитации, собственно, в модели, когда там есть вот эти вот рисуночки, триангуляции, можно это посчитать. И в одной из книжек, которые я показывала, там тоже есть его глава, ну, примерно вот такая. Так, теперь я вот эту жужжалку выключу и буду что-то рисовать. про что я обещала рассказать. Значит, не знаю, получится ли про все, но вот есть сюжет про параметризацию пространства модулей, он даже более научный будет. Но вы, правда, имеете в виду, что все, что я сегодня рассказываю, будет страшно ненаучно. Как бы еще начальство не уволило все это. Но, в общем, не надо думать, что я что-то сейчас действительно точное расскажу, я скорее какие-то картинки нарисую и сделаю вид, что вот дальше, смотрите, как интересно. Давайте я про теорию стрём расскажу. Смотрите, классическая механика. У вас есть частица, она летит, у нее есть масса, наверное, есть скорость. И известно, что она, если у нее здесь есть скорость и направление, то она через какое-то время окажется здесь. Ну, можно посчитать, через какое-то время. Как летят частицы? Это классические частицы, так делают. А что делает квантовая частица? Что делает квантовая частица? Квантовая частица делает вот что. Смотрите, вот у вас есть частица здесь находится, а вот здесь где-то есть место, куда ей надо лететь. Ну, в каком смысле надо? Мы там будем ее мерить. Когда она туда прилетит? Она полетит неизвестно как. Есть разные модели, как квантовая механика устроена. Например, есть такая история, что нужно проинтегрировать по всем путям. Неизвестно, как полетит частица. Например, она может полететь вот так. Она может полететь вот так. Она может полететь вот так. И вот так, и вот так. Она может полететь по-любому, а точнее она летит по всем путям сразу, но с некоторым весом. И чтобы посчитать вероятность того, что она попадет вот сюда, вот эту вот вероятность, нужно посчитать интеграл по пространству путей. Вот, ну, чего, вот такую штуку мы с вами уже видели. А вот здесь вот нужно поставить, вот тут по простому пути не буду писать никакого D, потому что какой там D. Вот, и нужно что-то поставить сюда, но обычно там длину пути ставят. Например, ну, самый такой простой случай – длина пути. Ну, так ничего не получается, ну, такой вариант. Минус, ну, например, в квадрате, тогда будет гауссов интеграл, а тут длина пути. Вот, чем длиннее путь, тем меньше вероятность, как бы, что она полетит по этому пути. И вот в квантовой механике, вот в этой парадигме, вот в такой, действительно удается что-то посчитать, и что-то считается, и даже на путях есть мера, называется мера Виннера. То есть это прям настоящая математика, очень интересно. Там всякие… Оказывается, этот интеграл, как бы, выпадает в такие точки, то есть концентрация этой меры находится в таких точках, где, несмотря на то, что мы вот тут вот изначально пишем, как будто это… Ну, они так пишут, что ты интегрируешь как по гладким путям, а мера в итоге выпадает в такие пути, в которые нигде не дифференцированы. Ну, и вот эти вот псевдобровнувские вот эти вот такие вот. И на них все меры набираются. Очень интересная тоже часть науки. Но это я к чему. Вот смотрите, эта общая ситуация будет, как мы будем вообще смотреть на что-то квантовое. Вот, чтобы определить, что произошло от начала до конца, нужно интегрировать по всем возможным путям. Так, а теперь мы резко продвинемся гораздо дальше, и у нас теперь вместо частицы будет струна. Имеется в виду, что частица – это такой точечный объект, а струна – это одномерный объект. У нас будет замкнутая струна какое-то время. Хотя там каких только струн не бывает. А вот замкнутая струна – это более-менее окружность. И была такая идея, что… Ну, она может и сейчас есть. Физики этим активно всем занимаются. Что вот свойства частицы – это как бы специальное возбуждение струны. То есть какая-то частица – это то, в каком она состоянии находится струна. Ну, то есть как она там колеблется или что-то такое вот. Но для нас просто теперь вместо частицы, вместо одномерного, нольмерного объекта будет двухмерный объект. Но теперь, если у нас двухмерный объект, вот он – это двухмерный объект, а вот тут у меня будет время. И двухмерный объект движется во времени, у меня, соответственно, получается поверхность. Вот такая история. Значит, откуда берутся поверхности? Так. Ну, вот как из струны получается поверхность? Это теперь понятно. То есть если у меня эволюционирует струна, то у меня получается ровно поверхность. Как это… Давайте… Как правильно нарисовать нашу жизнь? Смотрите, не было в начале… Вот это у меня будет как бы время. Но это условно, как всегда. Не было у меня в начале ни одной частицы. Потом у меня родилась частица. И стала она у меня там как-то… Вот у меня поверхность появилась. А потом, значит, с частицами… Вот это вот называется мировой лист. Частица летит. Дальше у меня частица там летит, и с ними происходят разные вещи. Типа они разделяются, потом снова взаимодействуют, объединяются. На моей картинке это будет выглядеть вот так. Это мировой лист. У него такая компактная поверхность. Она… Частица летит, разделяется, соединяется, происходят всякие взаимодействия. В итоге ни одной частицы не осталось. Но уже что-то знакомое. Вот почему… Какая связь? Собственно, поверхности мы уже увидели. Когда у вас нет ничего, потом все законит, опять ничего нет. Это такая ситуация, на фоне которой происходят все процессы. То есть всегда какие-то частицы рождаются и умирают все время. И на фоне этого что-то происходит, что мы меряем. Поэтому посчитать все более-менее вот такие процессы, на которых мы происходим, это все равно, что посчитать все вот такие поверхности. Так, поверхность я нарисовала. Пока что это типа классическая такая струна, вот она летит. Кажется, что у нас есть одно состояние и другое состояние. Так, ну а чтобы теперь описать те струны, которыми все занимаются, квантовые струны, это собственно ситуация, когда у вас не одна поверхность, по которой летит, это частица или струна, а из одного состояния в другое состояние, она повпадает всеми возможными поверхностями, которые приводят из одного состояния в другое. И нужно то же самое сделать, нужно проинтегрировать по всем таким поверхностям. Вот когда у вас есть теория струн, то, ну, опять же, нужно интегрировать какую-то такую штуку, а вот тут вот минус действия они пишут. А тут нужно по всем возможным поверхностям интегрировать. Но в теории струн есть вот два этапа. Ну, на самом деле, там очень много всего. Я просто какие-то совершенно азы рассказываю, видимо, совершенно неправильно. Это тоже, когда будете пересказывать, имейте в виду, это не пересказывается так просто, особенно перед умными людьми. Значит, смотрите, есть, как у нас раньше была, у нас частица летела в каком-то пространстве. И то вероятность того, как она прилетит, она зависла от того, какая длина линии именно в этом пространстве. Она же бралась в эту длину линии от того, что у вас есть как бы метрика в пространстве, и вы можете мерить длину этой линии в пространстве. Это было у нас, когда мы обсуждали квантовую механику. И здесь такая же ситуация. То есть, когда вы интегрируете, почему вы интегрируете? У вас есть поверхность, вот, допустим, я сейчас зафиксирую даже, какой у меня рот поверхности. Эту поверхность я могу вкладывать в мое, ну, например, трехмерное пространство. Но на самом деле они вкладывают в нмерное, а еще оказывается, что правильно его вкладывают только в 26-мерное пространство. 26-мерное пространство выделено. Вот нужно вкладывать в это пространство, и вроде как, ну, тут нужно мерить тогда не длину поверхности, а у поверхности есть площадь. Вот вы вкладываете поверхность, то есть как-то она отображается в этом 26-мерном пространстве, и от этого берется у нее площадь. Вот есть такая площадь. И это называется действие нам бугото, когда вы берете просто площадь. Ну, с ней ничего не получилось сделать, чтобы вот интегрировать по всем этим вложениям. Оказалось, что нужно, можно подправить и как бы интегрировать сразу по двум вещам. По внутренней метрике и поверхности. Вот на поверхности есть метрика. Что бы это ни значило, то есть то, что позволяет мерить в ней, ну, мерить расстояние углы, например. Это римная метрика, они любят римную метрику. Значит, вот есть римная метрика, и нужно интегрировать по всем римным метрикам, по всем вложениям, и еще они там хитро зацепляются. То есть такой интеграл по метрикам и вложениям. Значит, я дальше про теорию струнтика все рассказала, что хотела, а теперь хочу, собственно, перейти к рисуночкам. Откуда рисуночки? Ну, поверхности уже появились, собственно, от этого и поверхности. Теперь как появляются рисунки? Ну, метрики. Оказывается, метрики бывают разные. Например, ну, или давайте я... Вот здесь давайте скажу, что когда у вас есть вложение, когда вы куда-то вкладываете поверхность, и внутренняя метрика, и они там так переплетаются, это получается в серию струн. На самом деле я самую простую бозонную струну замкнутую рассказала, и то не написал ни действия, ничего. Ну, история вот примерно такая. Есть некоторые поверхности, которые куда-то вкладываются, нужно по ним интегрировать. Но вот здесь, если, например, никуда поверхность не вкладывать, останется внутренняя метрика. А есть еще... Давайте пару слов скажу, чтобы потом у меня рисуночки были общие для теории струн, для 2D-гравитации. Значит, что такое гравитация? Наверное, все слышали, что по Эйнштейну гравитация – это метрика. Правильно? Нет же таких людей, которые не слышали. Метрика – это как раз и есть масса. То есть вот там, если у вас где-то больше массы, там метрика искажается. Там если черная дыра, то это значит коллапс метрики или сингулярность. Все, кто смотрит кино, наверное, про это знают. Вот. Метрика. То есть гравитация – это и есть метрика. Значит, когда говорят, в каком мире мы живем, мы вообще живем в четырехмерном пространстве, пространстве времени. Ну, три размерности, вот мы видим вокруг, и еще четвертое – это время. И когда говорят про метрику, которая в уравнении Эйнштейна и которая в гравитации, это метрика на четырехмерном пространстве и времени. Ну, отлично. А когда говорят, что такое 2D-гравитация, это, собственно, метрика на поверхности. 2D – это размерность 2. То есть метрика на поверхности – это 2D-гравитация. Так что сейчас мы находимся в состоянии с вами, когда у нас есть поверхность, и на ней есть метрика. Физики любят изучать разные метрики. Вот они изучают римные метрики. Все вы выучите в какой-то момент, что такое римные метрики, кто не выучил. Но сейчас это неважно, потому что мои метрики и, собственно, метрики Ди-Франческо и куча людей, которые обсуждают эту науку, она кусочно плоская. А именно вся моя поверхность, она состоит, например, как у Ди-Франческо, из равносторонних треугольничков. Ну, все нужно считать, у них равносторонние треугольнички. Вообще разные есть ситуации, бывают и когда они равносторонние, но факт, что это некоторый рисунок, правильно, нарисованы треугольнички. Треугольнички по-настоящему считаются плоскими. Как мы уже видели с вами в каких-нибудь бильярдах, то на этой поверхности тогда можно ходить и мерить расстояние и площади. То есть если у вас есть треугольник, равносторонний, обычный, причем со стороной один, например, как у Ди-Франческо, то вы идете и меряете внутри треугольника у вас такая длина. А если у вас другой треугольник, то нужно пройти вот так по прямой. Когда вы разворачиваете эти два треугольника и кладете на плоскость, между ними понятно, что такое прямая и что такое площадь чего-нибудь, тоже понятно. Если это что-то лежит в нескольких треугольниках, это тоже понятно. У них там могут быть проблемы только в вершинах, и то эти проблемы такие, там как-то угол не 2 пи в этих точках, а так, ну что, можно мерить у них площадь, и все что угодно. Вот, собственно, метрики можно изучать вот такие кусочные плоские. Можно измельчать и измельчать эти поверхности и варьировать эти поверхности. Вот, например, если у вас есть какая-то поверхность. Как ее нарисовать-то? Но она у вас склеена из треугольников сейчас. Вот треугольник. И вы можете... Когда у вас такая мягкая поверхность, кажется, что вы можете как бы немножко добавить этой поверхности, немножко ее в каком-то месте погнуть, сделать у него площадь больше. Вот это называется вариация. Как бы вы... Вы вообще-то должны по всем вот таким вот вариациям проинтегрировать потом. А что делать, когда они вот такие из треугольников? А тоже можно сделать вариацию. Например, вместо одного треугольника вы можете склеить легко три треугольника. Вот раньше у вас была вот такая вот красный кусок поверхности, а теперь у вас три треугольника по бокам. Это такая вариация. Вы как бы в одном месте взяли, нажали пальцем и погнули поверхность. Но можете дальше теперь вместо каждого из этих треугольников приделать еще один ситрайдер. Вот типа вот так гнется поверхность, когда она из этих плоских треугольников стоит. Но вместо того, чтобы интегрировать по бесконечно мерному, если кто-то понимает, то пространство метрик, оно вообще бесконечно мерное. По нему интегрировать можно только в силосовском смысле. Физика как-то не смущает, они в философском смысле интегрируют и очень интересные штуки получают. Но если вы говорите, что метрики, у вас модель метрики вот такая, то вам не нужно интегрировать по бесконечно мерному пространству. А более простая вещь происходит. Вы можете суммировать по такому, ну хочется сказать, не к конечномерному, а по дискретному пространству. Ну и, конечно, бесконечно много тут этих рисуночков, но вы их с каким-то весом берете, как бы, чем больше площадь, да, тем больше треугольничков, тем меньше эта штука дает веса. То есть у вас получается на самом деле по счетному множеству некоторая сумма. И можно обсуждать, какие свойства из того, что это мы рассматриваем именно такие метрики, какие свойства вот этой физической задачи можно отсюда извлечь. Люди этим занимаются. Так, есть ли у кого-нибудь вопросы про струны и гравитацию, я дальше ничего сама добровольно не скажу. Я, может быть, и так не скажу, если меня спросят, но в любом случае можно задать вопрос. Так, никто ничего не спросил? Давайте спросим, нет ли теперь у нас людей, которые хотят разобрать какие-нибудь задачи из тех, кто нужно решать на оценку. Может, кому-то нужно что-то помочь. И у меня есть еще вторая часть про про метризацию пространства модулей. А еще Боря хотел что-то рассказать. Хотел что-то рассказать из рекламной части? Нет. Я хотел послушать только. Ага, понятно. Ну, ладно. Значит, давайте я тогда и расскажу, что было дальше. про метризацию концевича пространства модулей. Значит, речь идет о таком пространстве М, Н, Ж, И, ну, наверное, черточку напишу. Это пространство модулей кривых рода Ж, нет, наверное, неправильно написал, так, наоборот, нужно писать, Ж, Н, с Н отмеченными точками. мы с вами чуть-чуть уже в эту сторону думали, а именно речь идет, например, про комплексные кривые. А комплексная кривая это что-то размерности один, но комплексное. А то, что комплексная размерности один, то действительная размерности два. Поэтому обычная простая человеческая гладкая, можно сказать, комплексная кривая это все равно, что поверхности, которые мы изучали. У нее, например, есть рот. То есть каждая кривая это поверхность. Правда, на этой поверхности есть дополнительная как бы структура, а именно то, что вот она комплексная кривая. Мы там с вами пример какой-то даже специали. Я вот так напишу. Например, такая. Но как кривая Зайберга очень похожа. Но я хочу про эту структуру следующую сказать. Она будет похожа на то, что мы вначале изучали. Вот эта вот кривая, она будет, конечно, действительным многообразием, но она будет такой более жесткой, действительной многообразие, а именно комплексное многообразие размерности 1. У меня будут карты, ну, как и раньше были. Эти карты у меня будут куски плоскости, но только они у меня будут сразу куски комплексной плоскости. Вот это будет у меня У1, У2. А это у меня будет У2. Вот. Ну, и раньше у меня что было? У меня на пересечении этих карт у меня были функции перехода. у меня у меня было такое требование, чтобы было гладко многообразие, что эти функции перехода должны быть гладкие. Так вот, чтобы они у меня были комплексно гладкие, я теперь хочу. Хочу, чтобы функции перехода, если вот это у меня одна координата, у меня же теперь по одной координате, а вот это вторая координата, чтобы Z2 от Z1 это был бы у меня ряд был бы. Ну, с какими-то коэффициентами. Хочу, чтобы это были ряды. Ну, можно, на самом деле, не обязательно в нуле раскладывать, то есть пусть это будут какие-то... Давайте правильно напишу, постараюсь, по крайней мере. Вот. Ну, просто хочу, чтобы у меня функции раскладывались все в ряды, причем в ряды от комплексной переменной. Ну, масса есть правильного... Правильно сказать то, о чем я говорю, но факт, что вот это называется функция гладкая, галаморфные аналитические комплексные функции. Это довольно жесткое условие. Не каждая действительная функция, она вот такая. И если у меня вся поверхность покрыта вот такими картами, то называется, что у меня есть комплексная структура на поверхности. Если так немножко призадуматься, то все, кто у меня получаются как кривые, вот так, примерно. Ну, тут на самом деле написано какой-то частный случай. Там можно на них придумать карты, которые и есть, как они переходят друг к другу, аналитические функции. Вот здесь практически везде я могу взять координату х в качестве карты. Только есть некоторые места, где мне нужно взять координату у y, но тогда там, где у меня будут функции перехода, у меня, например, y будет выражаться через x как корень. Но если не заходить в те точечки, в которых мне и нужно брать другую координату, а именно там, где многочлен равен нулю, то вот эта функция корень, она вполне аналитическая, и я могу ее в виде ряда представить. Вот, это такая история. Значит, для меня в какое-то время это не всегда так, и, в общем, если какую-то действительно науку обсуждать, то там столько подробностей, но для меня будет то, что у меня есть некоторые комплексные координаты везде, а когда я перехожу от координаты к координате, у меня будут гламорфные функции, то есть у меня вот такое покрытие, и это будут мои кривые, то же самое, что поверхности с комплексной структурой. Значит, поверхности с комплексной структурой, и у меня еще будут на этих поверхностях вот N точек, это у меня просто здесь еще выбрано N точек, и они еще пронумерованы. А дальше вот это пространство модулей, это более-менее пространство всех таких род зафиксирован, мне нужно взять все кривые рода G, это без черты, наверное, вот еще без черты, это мне нужно взять все такие кривые рода G, в которых отмечено N разных точек, ну как с точностью до изоморфизма, вот что такое изоморфизм, пусть у меня, ну все понятно, у меня пусть будут две такие, вот, и тут у меня тоже точки отмечено, и N, столько же точек, и две такие у меня изоморфные, если у меня есть отображение, которое у меня в каждой карте будет голоморфное, из одной функции, из одной кривой в другую, ну пусть будет просто вот то же условие, что на картах, вот если у меня есть голоморфное отображение, которое одно на другое отображает, и везде голоморфное, при этом точки переводят в те самые точки, это и будет у меня тогда одна точка в пространстве модуля. Вот. Ну, дальше можно, нужно, наверное, сказать, что такие штребливые дифференциалы, это будет сложно, но я попытаюсь показать. Давайте попробуем. Значит, там меня теперь если смотреть локально, если нахожусь на своей комплексной кривой, то у меня здесь просто есть комплексные числа, вот есть такой кружочек, а здесь необычные комплексные числа. Если мне теперь будет какая-то теперь есть функция от этих комплексных, вот такая вот, я вот напишу, у меня будет этот объект, Зачем нужно говорить про дезод в квадрате? Это для того, чтобы когда вы переходили из одной карты в другую, эта штука правильно преображалась. В каждой карте она так выглядит, но глобально это некоторое финие и некоторое расслоение. Если вы не понимаете, неважно. Давайте закончим. Если я присмотрю на него в карте, я могу сделать вид, что я извлекаю корень. Это у меня будет примерно такая штука. Вот здесь можно просто написать, что это в корне Z, а тут DZ. И дальше я буду рисовать точки. Вот здесь поставлю какую-нибудь точку. Давайте даже сотру границы. Неважно. Я поставлю какую-нибудь точку. А дальше буду рисовать, например, такую линию. Когда я интегрирую вот от этой точки до этой, у меня всегда будет получаться действительное число. мнимая часть интеграла. Вот такой интеграл могу считать вдоль разных линий. Вот сюда посчитаю вот такой интеграл. У меня будет какое-то мнимое число. Я буду считать только горизонтальные слоения. У меня будут только мнимые части. Вот так. Это будет называться такое горизонтальное слоение, связанное с этим дифференциалом. Я про этот дифференциал не могу не говорить, потому что я дальше там попытаюсь сформулировать теорему, которая обеспечивает компактификацию пространства модуля. Не компактификацию, а крометризацию. Но факт, что я вот могу такие слои рисовать, связанные с моим дифференциалом. Вот через каждую точку проходит какой-то горизонтальный слой. Вот они разные бывают, эти квадратичные дифференциалы, и с ним связана, на самом деле, вот такая метрика, потому что я же везде могу рисовать не только горизонтальные, но и вертикальные слои. То есть я вот их так рисую, а теперь у меня вот эти горизонтальные вертикальные слои будут как бы новыми координатами. Это такие прямые координаты. То есть если у вас есть квадратичный дифференциал, то у вас локально все устроено как прямая поверхность. Можно тут мерить по-настоящему расстояние вот тут в этой метке такой. Но как это устроено глобально? Глобально если у вас есть специальные дифференциалы, которые называются штреблевые, это такие, у которых каждый слой где-то замыкается. Не может быть бесконечных слоев. Вот, например, как могут быть устроены бесконечные слои? Бесконечные слои это бесконечная обмотка тора, например. Это значит, она соответствует некоторому квадратичному дифференциалу, но не штреблеву для конкретного тора. А у меня все слои компактные, все конечные, все когда-то замыкаются. Тогда есть такая теорема, которую я сейчас озвучу, что если у вас есть штреблевый дифференциал, вот так, даже давайте сразу так скажу, у которого есть ну, есть какие-то нули у штреблевого дифференциала, есть полюса. Полюса это те, там, где локально вот выглядит вот так. Полюса есть только второго порядка, вот так, дз квадрат. Вот так. Есть полюса только второго порядка. Тогда картинка, которая получается после того, как вы проведете все горизонтальные слоения, она выглядит как детский рисунок. Значит, и метрика, она устроена так. Значит, на поверхности у нас есть у моего штреблевого дифференциала нули, и там это будут вершины, из них будут выходить вот такие называются спиратрисы, это специальные слои, вот в этих точках может сойтись много слоев вершины. Это нули штреблевого дифференциала. А центрами граней будут вот эти вот второго порядка полюса. А вообще должен получиться из этих сепаратрис детский рисунок. Нет, сюда не надо заходить. Например, вот так. Это будет центрами граней будут полюса, а вот это вот сепаратрисы будут образовывать детские рисунки. И это просто вот как это устроено. А как это устроено в метрике, то есть вот это про плоскую метрику, про которую я говорила, это на самом деле у вас есть какой-то набор, но столько, сколько у вас полюсов. давайте на следующую картинку кинуем. Столько, сколько у вас есть полюсов, у вас есть, скажем так, вот туда в бесконечность полубесконечных цилиндров какой-то набор. У этих полубесконечных цилиндров есть реальные длинные вот тут обхват. Это настоящие плоские цилиндры. То есть из этих цилиндров у вас склеивается поверхность. Вы куски вот тут на этих основальных цилиндров, у которых по-настоящему одинаковая длина, потому что это настоящие плоские цилиндры, как в школе, и у них есть у кусков длина. Вот вы как-то переклеиваете их вот так между собой, вот это за этим куском. Получается поверхность, которая состоит из таких бесконечных труб. Это то, что получается метрика на поверхности из этого штребелевого дифференциала. Так, давайте попробуем вернуться. Вот. Ну и вот это вот, собственно, так возникает детский рисунок. Если взять штребелевый дифференциал, у которого зафиксированы полюса и вот так вот обхваты, то на поверхности имеется только единственный штребелевый дифференциал с полюсами вот в этих точках и с фиксированными обхватами цилиндров. И, собственно, тогда у нас есть вот такое вот соотношение. Это была теория Маттехмюллера про единственность. Есть вот такое вот соотношение практически, наверное, про открытую часть, правильно говоря. Вот. А тут, нет, не так. Вот здесь вот мне еще нужно в каждую точку положить какой-то обхват. Поэтому это у меня будет еще действительные положительные числа в количестве н штук. Вот эта вот штука, она соответствует детским рисункам, у которых н грани. вот это множество детских рисунков, у которых н грани, как раз умножены на те же самые вот. Это такие клетки, которые, на которые разбивается пространство модуль. Наверняка в кучу мест наврала, но все могут пойти почитать, собственно, как это есть на самом деле. Это не единственный способ, как при помощи детских рисунков параметризуется пространство модулей. Есть масса, куча народу придумала, вот это вот придумал Концевич, и, собственно, там дальше у него вот эти рисунки, они соответствуют некоторой матричной модели Концевича, не такой, как мы с вами рассматривали, не таким интегралом, тоже некоторый галстов интеграл, и тоже на некотором пространстве матриц, и при помощи этого интеграла он уже считает всякие пересечения на этом пространстве модулей, разных там всяких штук, чего считают пересечения. Вот, есть пэнер, у него тоже есть параметризация пространства модулей, у которого тоже используются рисунки, как номера клеток. Есть такой Леонид Чехов, у которого есть куча конструкций, в том, что есть один рисунок нужный, нужного параметра, и там из него делается соответственно целое пространство модулей, тоже на него навешивают очень сложно параметры. Просто куча мест, где это используется. Вообще на меня все время эти несчастные детские рисунки выпрыгивают, но возможно это какая-то специфика того, что я красота в глазах смотрящего, но это такой крайний случай, то есть есть функции, у которых все критические значения разные, а это самый такой обычный случай, самая морсовская функция, когда все разное, а есть соответственно когда практически все одинаковые, но все-таки это еще не константа, это вот наш случай, то есть это такой другой край, самый общий, самый не общий случай, наверное, если вы заходите куда-то, наверное, можно начать с самого общего случая, можно с самого не общего, оба с друг другом как-то связаны, прежде чем ввинуться внутрь, все на начале ходят по краю. Так, я, наверное, если меня больше ничего не скажу, но вы можете что-нибудь спросить. Так, ну, хорошо, давайте я еще спрошу, может быть, кто-то хочет обсудить, как решать задачи. Я поняла, значит, пришли только те, кто уже решил. Это понятно. Так, Боря, ну, ты ничего не хочешь сказать на прощение, например, про что будет твой курс на следующем семестре? Наш курс, хорошо, даже так сформулирую. Ну, да, я прошу прощения, сейчас будет немножко громко. Нет, ну, прям сейчас, наверное, ничего не хочу сказать, но в следующем семестре будет курс про числа гурвица, который вначале будет немножко связан с тем, что сейчас происходило, потому что детские рисунки – это такой частный случай чисел гурвица, можно так на это смотреть. гурвица, и во многом в некоторых местах конструкции, которые в этом семестре обсуждались, в следующем семестре мы будем немножко с другой стороны смотреть. вот, не знаю. Вполне себе реклама. Короче, неизвестно, что будет в следующем семестре, это будет первый наш раз, поэтому что получится, неизвестно. что будет в следующем семестре действительно не очень понятно, например, мы встретимся когда-нибудь или нет. Ну, хорошо, если ни у кого нет вопросов, никто не хочет ничего больше сказать, мы можем разойтись, и у нас по-прежнему дедлайн до 20 декабря, но ближе к 20 декабря я уже не смогу отвечать и просить что-то поправить, а все останется как есть, потому что человеческие силы ограничены. Извините, а я хотела спросить, третья задача уже есть или я ее просто не заметила? Есть, она хочет сказать неделю как есть, но нет, наверное, не неделю, а дни пять. Пойдите, посмотрите, если она пропала, то это очень плохо, нужно снова ее поставить. третья задачка есть. Вот у меня нет возможности на вас смотрю и смотрю на свое пространство модулей, но если у кого-то есть возможность параллельно посмотреть, посмотрите, пожалуйста. Совсем недавно, пару дней назад была, по крайней мере, напрямую, удалить. Ну, хорошо, значит, если кто-то... Мы с ней встретились, все. в порядке, да. Да. Я не знаю, были какие-то вопросы, у нас не такие же задачи, как были в прошлом году, то есть, видимо, есть где-то архив прошлогоднего курса, они похожие, но другие, в принципе, нужно решать этого года задачи, а в прошлом году нужно было прошлого года задачи решать, это не одно и то же. Ну, первая задача, наверное, все-таки такая же, потому что, потому что она у каждого своя. Вот, а остальные, они поменялись. Так, ну что, есть еще вопросы? Ну, не знаю, наверное, это какой-то дурацкий вопрос, но я не понял про теорию струн. Как именно там связаны детские рисунки? Ну, так это ничего, я же ничего не объяснила. Это нормально, я тоже ничего не понял, так что все в порядке. Я бы даже вам сказала, что я ничего не понимаю, но какая, я, собственно, хотела обозначить следующее, что теория струн, смотрите, то, что я действительно сказала, должно быть понятно, но это вовсе не значит, что вам будет что-то, что вы действительно что-то узнали про теорию струн. Я сказала следующее, что вместо частицы теперь струна. Это для меня такая окружность. И эволюция частицы это линия, а эволюция струны это поверхность. Вот на этом моменте понятно? Да. Да, отлично. А поверхность тоже близко к нам. Дальше я сказала, что, смотрите, нужно интегрировать по всем поверхностям. Ну, давайте про не теорию струна, про гравитацию. Нужно интегрировать в каком-то смысле по всем поверхностям. А в каком смысле по всем поверхностям? Я от поверхности беру площадь. То есть мне нужно, чтобы вклад в мой интеграл, ну, как интегрировать по поверхностям, это отдельное дело, и, скорее всего, это прям по поверхностям нельзя интегрировать. Ну, в смысле, математики интегрируют. Там меры нет нормальных. Но нужно с каким-то весом интегрировать по поверхностям. Вот чем больше поверхность, тем больше ее площадь, тем меньше вклад в мой интеграл должен быть. Вот. Это такая история. Это как с линией, как с прямой. Прямая, самая короткая. Вот классические случаи, это когда самое короткое расстояние. А квантовый случай, когда нужно по всем интегрировать. Ну, чем короче, тем больше вклад в интеграл. И здесь также. А вот чтобы обсуждать... Что? Не знаю, мне не очень логично. Мне кажется, что чем меньше поверхность, тем больше у нее вклад в интеграл. Нет? Это почему-то? Нет, это, смотрите, эта ситуация такая. Вот если у вас есть, ну, как бы, классическая ситуация, это когда у вас частица летит по прямой. Прямая, это, собственно, та линия, у которой самая маленькая длина. Правильно? И вы когда наблюдаете мир, вы же классическую часть типа видите, поэтому если она у вас квантовая, то есть поменялось что-то, то оно должно поменяться, но это должен быть какой-то предел, чтобы вы могли не замечать, что оно поменялось. Поэтому вот есть классические как бы решения, они должны, собственно, нужно суммировать не только по классическим, а еще по каким-то решениям, но классические решения должны самый большой вклад давать. А про поверхность или что нужно по площади интегрировать, ну, просто ситуация такая, что мы теперь вместо частицы видим вот такую вот трубу. По идее, вот она из этого конца в этот конец прилетела, нужно, чтобы она летела, чтобы мы просто видели не просто классические даже случаи из трун, а нужно, чтобы это еще и было как частица похожа, что вот если это очень маленькая вот эта окружность, чтобы вы могли принять вашу ситуацию решающую, должна быть, что у вас как бы кажется, что частица летит по прямой. Вот, поэтому вот площадь, поверхность, если она поверхность, это как бы если издалека смотреть, как бы кажется, что это длина прямой, и должна быть еще и прямая, то есть должна быть какая-то такая штука, но это чисто философия то, что я говорю, и это такой вопрос, почему нужно так рассматривать, знаете, почему рассматривать действия Полякова, а не действия нам Бугато, потому что с действием нам Бугато ничего не вышло, вообще ничего не вышло, поэтому рассматривать действия Полякова, а с которым все получилось, а вы меня спрашиваете, а почему так это делалось, потому что что у Полякова получилось, ну да. Вот поэтому, собственно, кажется, что нужно вот эти вот рассматривать площади вместо длины. Мне кажется, что это довольно логично, но, возможно, у меня уже есть некоторая профдеформация. И на самом деле это нелогично. Сложновато принять, что это я понимаю. В общем, понятно. Ну, я с вами согласна. Вы понимаете, я вообще на этом берегу. А физики на том берегу. И вообще нет никакого коннекта. Можно только таскать какие-то утверждения у них, а они таскают утверждения у нас. Но почему-то никакого... Сложновато принять. Я ничего не говорю. Главное, вот это вот все, что получается из теории струн, пока нет никаких экспериментов, поэтому непонятно, как они и на своем берегу живут. Но с моей точки зрения столько интересного, но с математической. То есть этого всего в природе еще не существует. Но все это выливается в том, что классическая типа вот эта вот площадь поверхности вместо длины прямой, мне кажется, довольно понятная. То есть мы просто теперь рассматриваем другой объект, и нужно минимизировать что-то типа длины. Ну, площадь это что-то типа длины, если у вас двухмерный объект. И вот у них действие типа вот эта вот площадь, вот по-простому, это вот примерно в действии нам пугатку. Вот нужно такой примерный интеграл рассматривать. Теперь нужно интегрировать по всем, возможно, поверхностям, которые два состояния соединяют. И когда вы интегрируете по всем поверхностям, у вас чем больше поверхностям, именно грандиознее. Ну, потому что когда вы смотрите на частицу, то есть вроде как смотрите на струну, то в нашем мире вы видите частицу, и она летит по прямой. Поэтому, ну, в классическом случае. И вы больше всего должны видеть вот это, что как будто она просто летит по прямой, если вы там с какой-то точностью считаете. То есть, поэтому всякие такие поверхности, которые вот такие огромные, с большими площадями, когда маленькая окружность раздувается до бесконечности, не до бесконечности, а потом схлопываются, они должны какой-то маленький вклад давать. Поэтому вот такой интеграл. Чем больше площадь, тем меньше вклад. Вот. А дальше как про то, как это связано с рисунками, я сразу перескочила, чтобы мерить площадь, нужна, собственно, метрика. Нужно какой-то, бывают риммановые метрики, а можно какие-то свойства вот этих интегралов понимать, когда у вас не риммного метрика, а кусочно-плоская метрика. А есть теорема, на самом деле, что среди всех метрик и риммного метрики всюду плотное множество, и кусочно-плоские, то есть, которые из треугольников плоских составлют, тоже всюду плотное множество. Любую метрику можно и тем, и другим приблизить. Поэтому хорошо и интегрировать по риммному метрикам, и хорошо, вообще-то говоря, суммировать по кусочно-плоским. И вот если суммировать по кусочно-плоским, это реально считать детские рисунки, например, трехвалентные, то есть они треугольники, а двойственная картинка трехвалентная. Они из этого пишут матричную модель, вот Ди Франческо, и некоторые статсумы, некоторые считают, и у нее есть некоторые свойства, они там все это изучают. Это очень интересно. Но я бы не сказала, что я прямо на самом деле пояснила. Вам не должно стать понятнее. Немножко понятнее стало. Ну, спасибо, что спросили. Ну, хорошо, спасибо всем, кто нас слушал на сегодня последней встрече. Кто не решил задачки, быстро-быстро решайте, чтобы получить еще и оценку. И всем спасибо, и тогда до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok